Славянские языки. Что это такое и сколько их существует? Славянские языки принято разделять в три группы. Восточнославянскую, западнославянскую и южнославянскую. К восточнославянским языкам причисляются украинский, русский, белорусский и два маленьких языка русинский и полесский, которые иногда считаются наречием украинского или белорусского языков. Западнославянские языки. Это польский, словацкий, чешский, кашубский, верхнелужицкий, нижнелужицкий и вымершие палапский и словинский. Словинский и кашубский считаются потомками западно-поморского языка. Иногда к западнославянским языкам причисляется и селезийский. Его часто считают и просто польским наречием. К южнославянским языкам причисляются славянский, хорватский, сербский, боснийский, черногорский, градещанско-хорватский, македонский и болгарский. Но тут нужны определенные разъяснения. Со славянским языком все понятно. Что касается болгарского и македонского языка, так называемых восточных южнославянских языков, они очень близки, и некоторые славяне, особенно болгарские, македонские считают просто наречием болгарского. Самая запутанная обстановка с так называемыми среднеюжнославянскими языками – хорватским, сербским, боснийским и черногорским языками. Исторически у них в 19-м и 20-м веке использовалось название сербо-хорватский или хорватско-сербский язык. Многих это вводит в заблуждение, будто бы существовало время прославянского языка, потом сербо-хорватского и потом хорватского и сербского отдельно. Это, мягко говоря, ошибочно. Само понятие сербо-хорватский язык впервые использовал немецкий языковед и собиратель сказок Яков Гринн 1824 года. Оттуда понятие попало в Вену, где его распространил славянский языковед, вернее, Капитер. Через его учеников оно вошло в словистику. Если вкратце, то ныне существует четыре разных литературных языка со своими правилами – хорватский, сербский, боснийский и черногорский. Подчеркиваю, тут речь идет именно о литературных языках, о нормах. Если говорить о языке, на каком говорит народ, тут дела обстоят еще сложнее. Тут у нас есть штоковский язык, названный так потому, что вопросительное местоимение «что» – это «что». На основе этого языка построены все эти литературные языки – хорватский, сербский, боснийский и черногорский. От этого они настолько похожи друг на друга. Но тут у нас есть еще наречие Южной Сербии, так называемое «тарлакское наречие». По сути, это переходной язык между сербским и болгарским и македонским. Кроме штоковского существует еще кайковский язык по местоимению «что» в звучании «кай» и чаковский язык по местоимению «что» в звучании «ча». Древнехорватским или исконно хорватским языком можно считать именно чаковский. Кайковский же по своему составу, фонетике, синтаксисе, лексике больше похож на славянский язык, чем на литературный хорватский. Кроме этого, существует еще один литературный извод хорватского языка, так называемый градищанско-хорватский. Он основан на чаковских наречиях с примесями кайковского и штоковского. На нем говорят хорваты, живущие на востоке Австрии, в градище или по-немецки Бургенлянде. Но больше об этом всем стоило бы рассказать в отдельном выпуске. Кстати, вы бы хотели видеть такое видео? Если да, напишите в комментариях, и я постараюсь его вскоре время сделать. Вернемся к главной теме. Все славянские языки связаны родственными связями. То есть, они генетически связаны. Что это значит? А это значит, что у них в прошлом существовал один общий проязык, которого потомками все они без исключения являются. Этот язык в науке принято называть прославянским. В самом широком смысле он существовал примерно с 1500 года до Рождества Христова до конца X века после Рождества Христова. На нем нет записанных исторических источников, и поэтому его приходится реконструировать на основе современных славянских языков и древних славянских языков, таких как старославянский, древнерусский и другие, на которых сохранились письменные исторические источники. В реконструкции нам помогают и другие древнеинерапейские языки, такие как древнелитовский, латинский, греческий, древнеиндийский, санскрит, готский и другие. Прославянский язык заодно является ответом на вопрос, почему славянские языки такие похожие друг на друга. Сходство же не берется ниоткуда, и славянские языки похожи не просто случайно. Самый древний литературный язык славян – это старославянский. В своем корне это позднепрославянское наречие окрестностей города Салуна, который ныне находится в Греции. Для этого языка характерны многие кальки, дословные переводы слов с греческого на славянский, и в нем также есть синтактические особенности из греческого языка. Старославянский – это именно тот язык, который как литературный, подчеркиваю, литературный, составили святые братья Кирилл и Мефодий. Они не создавали литературный язык просто из ничего. Сам язык существовал и раньше, в виде упомянутого уже Салунского прославянского наречия. Святые братья просто подняли его на уровень литературного языка. На старославянском никто никогда не говорил, как на родном языке. Это был просто язык литературы. Записывался он изначально глаголицей, которую придумал святой Кирилл, а позже кириллицей, которую придумали уже последователи святого Кирилла и Мефодия в первом болгарском царстве. Использовался этот язык примерно до XII века. После этого из него развились местные изводы, которые уже принято называть не старославянским, а церковнославянскими языками. Словисты обычно выделяют следующие изводы. Русский, то есть восточнославянский, болгарский, восточный и македонский, западный, хорватский, сербский, панонский, чешско-маравский и румынский церковнославянский извод. Они использовались примерно до XVII или XVIII веков. А с XVIII века существует только два извода церковнославянского языка – русский церковнославянский, который используется в славянских православных поместных церквах, и хорватский церковнославянский, который используется хорватскими глагуляшами. В последнее время существуют попытки возродить чешский церковнославянский извод. Старославянский и церковнославянский языки так или иначе повлияли на образование всех нынешних литературных славянских языков. Это был, так сказать, каркас, образец для создания литературных славянских языков. Посмотрим еще на некоторые древнеславянские языки. Самые известные из них – древнерусский, язык Древней Руси, потомками Коева являются все нынешние восточнославянские языки – украинский, русинский, русский, белорусский и полесский. Древнерусский окончательно начинает развиваться в разные стороны после того, как Русь разгромили татаро-монголы, то есть после XIII века. На основе его северо-восточных наречий возник современный русский язык. Юго-западнее от него существовал западнорусский язык. Он использовался примерно с XVI по XVIII век. В результате он развился в украинские и белорусские языки. Моложе всего считаются полесский и русинский язык, которые некоторые считают диалектами. Есть еще один восточнославянский язык, которого некоторые словисты причисляют отдельной группе славянских языков, в вымершей северо-славянской группе. Этот язык принято называть древненовгородским или иногда древненовгородско-псковским языком. У этого языка нет живых потомков, по крайней мере, в полноценном значении. Посмотрим еще на древние западнославянские языки. Все эти языки, кроме чешского, словацкого и лужицких, развились из позднепрославянского лихидского наречия. Среди них можно выделить палапский, два его подтипа – древано-палапский и восточно-палапский. На этом вымершем славянском языке говорили славяне, живущие между реками Одрой и Лабой – Эльбой по-немецки. Последний носитель этого языка умер в начале XVIII века. То есть палапский язык существовал до времен, когда Россия стала империей, до времен Петра I. На нем известны только три источники с начала XVIII века, когда язык был уже под очень сильным влиянием немецкого. Это немецко-палапский словарь «Vocabularium Venedicum», летопись «Chronica Venedica» и французко-палапский словарь «Vocabular Vandal». Свой язык эти славяне называли просто «Sluvenstia» или «Venstia», то есть просто славянским. Следующий древний западнославянский язык – это поморский или западно-поморский язык. На нем говорили славяне, живущие на южном берегу Балтийского моря, на территории нынешней Северной Польши. Этот язык засвидетельствован уже с X века, но только в аномастике, именах, прозвищах, названиях рек и местностей. Некоторые его наречия вымерли под влиянием немецкого языка уже в начале нового времени, а большинство – между XVI и XIX веками. Дольше всего сохранился славянский язык, он вымер в первой половине XX века. В группу древних лихийских языков входит и древнепольский язык. Он существовал примерно с X по XV век. Из древнепольского развился современный польский язык и все его наречия. Еще один из лихийских языков, который в последнее время получил свой литературный статус – это Кашубский. Он развился из восточных древнепоморских славянских наречий. В исторических источниках Кашубский засвидетельствован с XV века. Лужицко-сербские языки, верхний и нижний, развились из переходных наречий между лихийской и чешско-словацкой группой языков. Чешский язык развился из древнечешского, а словацкий – из древнесловацкого. Тут стоит упомянуть еще один вымерший западнославянский язык, а это кнаанский или юдеославянский язык. Это был по сути язык евреев, живущих среди западных славян. Он вымер к началу нового времени. Из древних южнославянских языков старославянский мы уже упомянули. Кроме него существовал еще древний алпейско-славянский язык. Из этого языка и наречий близких ему развился современный славянский язык, так же как и кайковский язык. На территории среднеюжнославянских наречий из разных центров развились кайковский язык, чаковские языки и штоковские языки. Из древних восточных болгарских славянских наречий, очень близких к старославянскому, развился современный болгарский язык. Кстати, именно поэтому старославянский иногда, особенно в болгарской литературе, называется староболгарским. Из западных славянских ялектов древнего болгарского царства развился современный македонский язык со своими наречиями. На этом сегодня все. Если вам понравилось, нажмите пальцы вверх, подписывайтесь на канал, а на нашем пейпале или в патреоне можете поддержать нас и финансово. Спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон»